Казалось бы, обычная трава, обычные кустарники, поле как поле. Но нет. Эти территории специалисты называют уникальными. И именно сюда московский орнитолог Дмитрий Шитиков со студентами, приезжая с 2000 года. Ежегодно в Национальном парке «Русский Север» Дмитрий проводит массовые исследования воробьиных. Сейчас мы проверяем гнездо чечевицы. Это одна из гнездащихся в наших полях птиц. Как мы видим, гнездо оно располагает не на земле, а на небольших деревьях или кустах, в данном случае на маленькой елочке. И здесь птенцы. Они уже достаточно большие, им где-то дней их, наверное, шесть. И сейчас мы их будем колесовать. Вот так выглядит птенчик чечевицы. И пока специалисты проводили свои научные процедуры, мама этого малыша все время летала неподалеку. На каждого птенчика надевают три кольца. Это безопасно, подчеркивают орнитологи. И народные предметы не превышают трех процентов массы птицы. Это норма. Вот написано «Москва» и индивидуальный номер ВФ 978-67. Это кольцо металлическое плюс два пластиковых цветных. Один цвет означает год кольцевания, другой – принадлежность к конкретному гнезду. С помощью таких колец ученые могут изучать миграции птиц, процент выживаемости в определенных природных условиях. А также эти маленькие птички помогают специалистам делать выводы о том, как меняется сама природа. К примеру, эти заброшенные поля. Конкретно здесь было поле кормовых трав до 2004 года. Вон за канавой пшеница росла. Тут были одни виды. Потом это все забросили. И вот началась постепенная смена такого птичьего населения. Как раз барматушка и чекан появились где-то через 2-3 года после забрасывания в массе. Северная барматушка и луговой чекан – модельные виды. Так, за годы исследований московский орнитолог выяснил, примерно 12% окольцованных барматушек возвращаются в Национальный парк «Русский Север» после зимовки в Индии. Это высокий показатель. Заброшенные поля Вологодщины привлекают этих маленьких пташек, однако именно здесь им грозит наибольшая опасность. Гнезда воробьиных разоряют многие хищники. Более десятка видов. Среди них вороны, гадюки в привычных местах обитания воробьиные живут гораздо спокойнее. Более подробно о работе московских орнитологов в Национальном парке «Русский Север» расскажет программа «Заметки натуралиста». Очередной выпуск выйдет в эфир завтра, 10 июля в 20.15. Вера Кучеренко, Сергей Павлов. Новости.